Девушки отдыхают Девушки отдыхают Время Бога молить Чтоб грехи отпустил Ну а главное Чтоб и силы дал Нам беду отвратить По церквам запустенье и плен Где покоятся Великие короли Сербии Король Петр Король Александр Они в свое время Вернее король Петр Когда прибыл в Белград В 903 году Там собрался народ На почте его встречать И первое что он сказал народу Девиз моей династии Всегда был За крест честный И свободу золотую И вот этот крест честный Тот самый О котором говорил король Петр Сейчас Мы поставим здесь В Тополе Возле его задурбины Там где госпиталь Святого Георгия Ну вот здесь будет Царь Николай Александрович II И царь Лазарь Это так сказать Вектор Сербской духовности Они очень похожи Как сказал еще Святитель Николай Велимирович Да Первая мировая война Это Косово Россия Косово Россия Царь принес себя в жертву Он погиб И народ оказался в рабстве Да У коммунистов У большевиков У богоборцев Да Вот А когда-то Много веков назад Царь Лазарь сделал то же самое По отношению к своему народу Он выбрал именно этот путь Для сербов Духовный путь Царство Небесное он выбрал Вместо Царства Земного И наш царь выбрал Царство Небесное Да Они очень похожи Это одно и то же И мы их решили поставить По совету Владлики Николая Велимировича Он раньше у нас это сказал Намного раньше И мы эту его мысль решили здесь воплотить Два царя Два мученика Принявшие себя в жертву За свой народ Да И вот теперь они будут в тополе Стоять рядом Как раз в эти годы Стал создаваться оплемет Здесь на горе Уже храм стоял Но он еще не был отделан Король Петр не дожил Но Александр Пригласил сюда работать Русских художников Русских архитекторов Которые создали весь внутренний интерьер То есть интерьер храма Создан русскими беженцами Они лишились родины Они здесь нашли свою другую родину И они создали совершенно потрясающе уникальный Невиданный Я утверждаю что невиданный Со времен Византии Шедевр Совместно С сербским архитектором То есть там был первоначальный Такой вариант Уже даже сделан иконостас И трон королевский И на гробе Корогеоргия Все это было уже тогда Сделано Но Наш русский архитектор Краснов Получил задание Все изменил Причем радикально Так что иконостас отправили в Белград Трон вообще Переделали и тоже отправили в Белград Здесь теперь другой И На гробе Да Здесь Но потрясает больше всего Как раз даже не Верхняя часть храма А нижняя Крипта Там Применен очень интересный прием Я его сам не сразу заметил А где-то с третьего раза Вот Там Стоят тоже колонны Которые подпирают своды У них есть капитеры Но они усечены У них нет оснований Это крайне редкий прием И не я по крайней мере не знал О том что так можно сделать Для чего это сделано Дело сделано для того Чтобы Создать пространство дополнительное То есть там Когда мы передвигаемся по полу крипты На самом деле мы чувствуем себя Под вершинами свода храма Мы ходим по воздуху Получается что мы ходим по воздуху Потому что нет оснований в колонне Да да Это прием гениальный Это Тут дыхание гения определенное Это удивительно и невероятно Это не сразу понимаешь Но как раз Это совершенно Устраняет ощущение Что вы находитесь под землей Осознанно Потому что таких вещей Согнательно не бывает Это явное внушение Благодати Духа Святого Не иначе Как и все в этом храме Как и вон наружная часть Сама архитектура Синтез Византии Сербии И России Первоначально они не думали о России Когда начинали строить Это был 10-11 год Было задание Даже от короля Петра Создать Византийско-русский Такой Какой-то вариант Получилось гораздо больше Я могу свидетельствовать Что Априанец Храм его Это Очень-очень русское Место Это Там в России больше Чем в самой России Я нигде не видел В России Такого русского звучания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственное Такой Такой нам завет То есть это теперь имеет уже силу завета Прошло сто лет Были войны Мы будем отмечать Столетие Начало первой войны Наш царь Николай Александрович Второй Совершенно не размышляя Ответил Ответил королю Александру Который тогда был регентом Ответил Он прислал телеграмму Которую получил Тогдашний премьер Николай Пашевич Николай Пашевич Был потрясен Он держал в руке Телеграмму Он не в силу был ничего Говорить кроме одного О, милостивый русский царь Какое утешение Телеграмме было Что Россия Ни при каке обстоятельства Не оставит В Сербии На растерзание Австрии Ну и не разу И он сдержал свое слово Очень быстро Буквально 1 августа 28 числа июля Австрия объявила войну Сербии А 1 августа Русские войска Начали военные действия Через 12 дней Русские войска Перешли австрийскую границу Очень успешно Русский царь Понимал Ему говорили Предупреждали Что Скорее всего Эта война Приведет Россию К катастрофе Он понимал Потому что Россия Тогда не была готова К войне К такой войне К мировой И через год Это действительно Все почувствовали Россию И Он пошел на эту жертву Он прекрасно понимал Чем лично ему Даже это угрожает И он на это пошел Потому что для него Самым главным Было Исполнение Евангельской заповеди Нет больше той любви Когда Кто душу положит За друзей своих Вот Евангельская заповедь Он ее исполнил Он погиб И 8 дня погиб В итоге Русский народ Зашел на Гаугуфу Русский народ От этой войны Не имел ничего Кроме тернового венца И багреницы Тогда как Европа Ну в том числе и Сербия Конечно Получили плоды В той войне Была создана И мы решили поставить По совету Владыки Николая Юлимировича И мы Эту его мысль Решили здесь Воплотить Два царя Два мученика Принявшие себя в жертву За свой народ И вот теперь Они будут В тополе Стоять Рядом И они Они нам скажут Как нам быть И как нам выйти Из этого ужасного положения В котором мы сейчас оказались И сербы И русские не лучше Вам отсюда кажется Россия такой Могучей Великой Это не совсем так Народ слаб Это не тот народ Который был сто лет назад Да Страна великая Мне отсюда очень хорошо И видно Сейчас Вот я приехал сюда Да Да Я понимаю Представитель какой страны Очень хорошо чувствую Это так Живя там Я этого так не сознавал Здесь так Очень скоро Если мы сейчас С сербами Не объединимся Не найдем выход Из положения Потому что ислам наступает Запад наступает Как всегда Вероумно Предательски Лицемерно Лицемерный Запад Чего от него ждать Есть сербы Которые чего-то от него ждут Нет Ничего не дождутся Кроме смерти Смерти дождутся Боже ничего История нас этому учит Ничего Кроме этого Запад никогда Он всегда приходил К нам с мечом С мечом И его приходилось Ставить на место Вот У нас это получалось А вот что будет В 21 веке Мы Сейчас не знаем Две дороги Два пути О, покрой Где мы Добрый мир Родная кровь Все потоплено Заповедано Веречь Веру с Родиной Ну а мы Пию Распродать И нам Против Войны Время Вечерпить Расправные Стыдно Русскому Против Погаяние На своей Родной Земле Люди Добрые Так Хорушию Зову Покаянию По церквам Запустенье И плен Без заря Голова Без креста Матушка Ну-ка Матушка Встань Скорее Надо Сделать Последний Шаг Ну-ка Матушка Встань Скорее Надо Сделать Последний Саа Субтитры создавал DimaTorzok